О май гад! На самом деле, вот эти все ваши социальные сети, полная хрень, разнос, прожарка, как пацана, блин, и что мы будем с этой фигнёй делать? Итак, друзья, всем привет, сегодня у нас подкаст, и сегодня у нас в гостях Слава Прохоров, я хотел сказать, человек, который не нуждается в представлении, но я думаю, лучше всё равно представиться. Как-то трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Эти и другие цитаты Джейсона Стэдхэма в моём паблике ВКонтакте. Ну, в общем, я пол своей жизни угрохал на то, что называется интернет-маркетингом, последние 7 лет работаю в холдинге, который раньше назывался Mail.ru Group, ныне называется ВК, ну и на данный момент я руковожу командой внешнего продвижения социальной сети ВКонтакте и выступаю как её же диджитал-евангелист. Никто не знает, что такое диджитал-евангелист, поэтому я так представляюсь. Ну, ты рассказывал мне уже на подкасте, что такое диджитал-евангелист. И всё равно никто не знает, что это такое. Всё равно я не запомнил, да. И знаешь, сейчас над чем подумал, у тебя вот татуировка диджитал. Я думаю, прикольно так, знаешь, набить типа ВКонтакте, а оно такое, а мы теперь не ВКонтакте, понял? Слушай, а это же была история с этой татухой. Меня коллега попросила из серии «Восемь вечера», она меня просит в 8 утра следующего дня улететь в Ижевск, записать интервью с представителем среднего малого бизнеса. И вот я ночью не спавший прилетаю в Ижевск и выясняю, что там очень крутой Слава, который снял, купил точнее бывший бордель, сделал в нём тату-студию. То есть у него там джакузи, иньянь на полу и тату-студия. Я говорю, слушай, будет очень крутой кадр, если ты будешь бить мне про так, а я буду у тебя интервью брать в этот момент. Он говорит, о, круто. И только к середине процесса я понял, что это не хуба-буба, что это навсегда. И в тот момент я порадовался, что я не решил набить для кадра логотип ВКонтакте. Прикинь, каким я был бы идиотом. Да, это учитывая то, что ты уходил же из ВКонтакте. Да, я уходил, приходил, у меня даже на внутреннем портале есть ачивка «Трижды возвращенец». Здорово. Слушай, ну что, мы сегодня, как понятно, про ВКонтакте будем говорить, да? О май гад! С чего бы вдруг, да? И самое, что интересно, знаешь, я только сегодня задумался о том, что мы 19-го числа записываемся. Ты знаешь, к чему это приурочено? Понятия не имею. Серьёзно? Завтра старый кабинет перестанет создавать новые рекламные креативы. Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами на этом подкасте. Дорогие друзья, всем хорошего дня. Да, но это, конечно, выйдет позже, но типа вот 19-е число, у меня сегодня сейчас прям задача записать, короче, видосы со Славой для рекламы, чтобы мы запульнули. И потом идти переносить объявления из кабинета в кабинет. Не, они работают у меня и там, и там, просто клипов пока нету в новом рекламном кабинете, к сожалению. Это правда. Вот, это прям печально. Слушай, давай про новый кабинет поговорим. Можешь рассказать вообще, для чего это делается? Для чего именно новый кабинет и почему прям так насильно, можно сказать, всех переносят в новый кабинет? Наша история начинается давным-давно, когда еще не были изведаны все трамвайные и троллейбусные линии. Старожилы помнят ситуацию, которая была примерно в году в 16-м. Когда был совершенно отдельный рекламный кабинет ВКонтакте, совершенно отдельно был MyTarget, причем MyTarget был еще десктопный и мобильный, которые вообще существовали в разных вселенных. Это было очень удобно с точки зрения холдинга по ряду внутренних процессов и полная шизофрения с точки зрения рынка, потому что для того, чтобы полностью присутствовать в российских социальных сетях, тебе нужно было три отдельных команды, по большому счету, держать. Дальше все это перестраивалось, много изменений было за эти годы, но в конечном итоге было принято решение, что давайте сделаем один кабинет, в котором можно будет делать все, ну и дальше там всякие навороты, нейросети, умные алгоритмы, это уже сопутствующее. И примерно больше двух лет назад уже получается он начал разрабатываться, в прошлом году в апреле его выкатили в открытый бета-тест, ну и вот на данном этапе он уже в общем-то в боевом состоянии. Почему вот это насильное, ну оно не то, что прям совсем насильное, но достаточно строгое расписание там запрета создания новых объявлений, переноса, потому что в противном случае все равно там всегда найдутся люди, которые такие, а я вот хочу вот в кабинете еще таргет mail.ru, верните мне там Яндекс.Директ образца 2004 года и так далее. Со всем пониманием, со всем уважением, но поддерживать все-таки три разных рекламных кабинета это очень тяжело, это очень ресурсозатратно, такие вот возможные непопулярные меры, но по большому счету если подумать, то здесь придумать сценарий, при котором всем будет хорошо и все будут счастливы, ну наверное невозможно, поэтому и так-то достаточно мягкие меры, потому что уже год идет об этом речь, в целом ну вот так. Но есть предположение, что все это делается ради светлого будущего, когда будет один кабинет, все будет внутри него, все будут в одних условиях, наверное это правильнее, наверное так лучше. — Слушай, тогда вот смотри, в целом, ну как ты правильно сказал, оно непопулярное такое решение можно сказать, это связано с тем, что сейчас вот ты как ты сказал там внешней рекламы, что вся Москва она прям пестрит ВК рекламой, рекламой на билбордах? — Ну она не только ВК рекламой, тут есть такой, да, есть феномен Бадер Майнхоф, когда человек обращает внимание на то же, на что он обращает, потому что, ну да, запущена конечно же рекламная кампания, чтобы увеличить знания. — В общем-то, не рекламировать рекламу, это достаточно глупо, получились бы такие сапожники без сапог, да, разумеется, к запуску нового инструмента это приурочено. — Сказать, что прямо вся Москва увешана. — Ну не вся. — Ну не вся, да. — Но даже в Орле я видел. — Ну это прекрасно, Орел центр мира, как мы выяснили буквально недавно, там даже диджитал конференции проводятся. — Да. — Поэтому, здесь опять же видишь, я что-то сейчас задумался, ты вопрос задал, и я как будто оправдываться начинаю, а какого хрена, в общем-то наоборот, из каждого утюга должно быть, что вот ВК реклама, переезжайте, будет лучше, будет удобнее. — Ну оно так и есть, его даже по радио. — Ну да, 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 так и должно быть, это же логично. — Слушай, еще слухи ходят, что старый кабинет все-таки оставят, это слухи? — Я затрудняюсь прокомментировать, потому что, как и многие процессы в больших компаниях, тут вообще стоит сделать оговорку вот какую, что многие люди представляют, что большая компания функционирует по некому генеральному плану, потому что заранее все просчитано на пять лет вперед, разумеется, это не так, что всегда появляются какие-то внешние факторы, внутренние факторы, собираются совещания, люди решают, типа, блин, и что мы будем с этой фигней делать? Ну, возможно, не в таких выражениях, но глобально принять решение о том, оставить старый кабинет, либо его полностью грохнуть. — Оно типа 25 мая может случиться на совещании? — Ну, поскольку я не тот человек, который свечку держит конкретно по данному вопросу, то я могу сказать, что может произойти и то, и другое. — Согласен. Окей. Слушай, вообще вот ты сказал, работаешь в большой компании. Каково это, работать в большой компании? — У этого есть, как и у всего другого, плюсы и минусы. Плюсы — это, разумеется, то, что, когда я прихожу, людям, в принципе, безразлично, кто я такой, мне не нужно растить личный бренд, потому что за мной стоит ВКонтакте. — Разумеется, там всякие ДМСы, разумеется, там всякие свежевыжатые соки и вот это вот все остальное. — Спортзал там, все дела. — Оно приятненько, да. То есть даже если ты не пользуешься спортзалом, а я не пользуюсь спортзалом, по мне это хорошо видно. — Нет, это по мне видно. Хотя я пользуюсь, но редко. — А вот да, вот да. Ну, по тебе сразу видно, что ты пользуешься спортзалом и знаешь, что шампуры, правильно говорить, шампуры. — Ну и у этого, конечно же, есть минусы, потому что чем больше людей собирается в одном месте, тем ниже эффективность принятия решений, потому что тем ниже у каждого желание брать ответственность на себя. — Потому что если это стартап на 10 человек, там как бы не скрыться. То есть, ну ты либо пашешь, либо не пашешь. Третьего не дано. — А вот когда началась пандемия, точнее, когда ограничительные меры, все сели дома, четко стало заметно, что есть определенная прослойка людей, к счастью, немногочисленные, которые всю свою карьеру построили на том, чтобы с выпученными глазами бегали по этажам с ноутбуком под мышкой. — У них пожар, осап, паника. И когда их лишили этой возможности, то есть, ну все, они дома сидят, вот это показное не произвести впечатление, они оказались без основного своего инструмента, и им пришлось срочно что-то придумывать. — Вот, поэтому в большой компании, то есть, я не могу однозначно рекомендовать всем, что вот идите обязательно в компанию. — Ко мне периодически, когда приходят люди, особенно студенты, типа, как ворваться в рекламный рынок? — Я считаю, что хорошая школа — это пойти на младшую должность, допустим, в интернет-агентство, потому что это возможность пощупать разные рекламные инструменты, возможность пощупать разные сферы бизнеса, то есть, вот в это вот глобальная реклама, погрузиться с головой. — Могу ли я рекомендовать людям строить карьеру в агентствах? Наверное, нет, потому что я работал в агентствах, и меня сейчас туда не заманишь вообще никто. — Ты же свое агентство делал. — И свое агентство. — Что с ним? — С ним все прекрасно. Тут опять же, я... — Мы его закрыли, да? — Не-не-не, оно прекрасно существует, даже в условиях того, что события последних пары лет, но здесь стоит сделать оговорку, что у нас не рекламное агентство, мы корпоративным образованием занимаемся, потому что как раз-таки организации дорастают до того размера, когда передача опыта из поколения в поколение при помощи подзатыльников, она уже не работает, и хочется все это как-то систематизировать, выстраивать внутреннее обучение, повышение квалификации сотрудников. Вот в этом случае приходит к нам. В общем-то, агентство называется «Эдбюро». Я обычно про него особо много вот в таких ситуациях не рассказываю, потому что оно в большей части наших слушателей не профильное. Но при этом, допустим, лет... какой сейчас? 23-й год у нас? В 2011 году у меня была собственная веб-студия, которая была вот абсолютно в стиле времени, она была абсолютно паршивая, мы делали крайне хреновые сайты, но мы же были в интернете, это было стильно, модно, молодежно, даже какое-то там SEO что-то делали. Я сейчас вспоминаю, понятно, что это было максимально тупорыло, вот насколько только возможно. Ну, каждый через это должен пройти, мне кажется. Ну, не бывает, что типа сразу взял и хорошо сделал. — Да, возможно, но, по крайней мере, хорошо, что я бросил то, что... Там были внешние факторы, там история в той веб-студии закончилась на том, что у нас была бизнес-модель следующая. — У нас забрали компьютер. — Практически, потому что отдел продаж у нас был в Москве, а продакшн у нас был в Донецке. И, соответственно, к 2014 году вся эта ситуация, ну, по ряду причин, закончилась. И хорошо, иначе бы я, возможно, до сих пор делал бы эти паршивые сайты. Есть у нас ряд коллег на рынке, есть такие агентства, олдовые, особенно SEOшники. Я не говорю, что сейчас, что все SEO плохо, но есть такие SEOшники, которые вот они как законсервированные. — Да, да. — Они чем 20 лет назад занимались, тем же и сейчас занимаются. И всем рассказывают, что на самом деле вот эти все ваши социальные сети, интернеты, это полная хрень SEOшим. Ну, опять же, мы никого не осуждаем. — Очень часто это крайне унылые люди бывают. — Да, да. — И крайне душные. Я помню, у меня, короче, какой-то спор был. Я не буду говорить, кто этот человек. Ну, и, короче, он пришел и сказал такой, сейчас мы тебе, говорит, SEO-порку строим. Он мне записал видео, где у меня там какие-то теги, не те, ключи не там, короче, это не то, то не все. Я такой, ну, окей, говорю. А он-то думал, он меня просто так сделал, короче. — Да, я такой прям, ой, я думаю, вот это, конечно, да, блин. Хуже, чем дизлайков накидать на YouTube. Слушай, вот ты в большой компании работаешь. Ты прямо в башне ходишь туда или нет? — Хожу, но не часто. Тут, опять же, для тех, кто мало со мной знаком, стоит сделать оговорку, что у меня под 90 командировок в год, поэтому я домой не всегда успеваю заходить. То есть в прошлом году, в 22-м, был момент, когда я со своей женой, я понимаю, что надо мне хотя бы иногда видеться с женой. Обычно же, как съездил в командировку, возвращаешься домой, мы инвертировали. То есть жена стала ездить со мной в командировке, чтобы хоть где-то мы могли видеться. Поэтому какого-то графика у меня быть, в принципе, не может, потому что вот ненормированный график — это про меня. То есть в те же самые башни, если основная часть коллег ходит, ну, условно, там, в промежутке с 9 до 7, не значит, что они с 9 до 7 работают, просто кто-то к 9 приходит, от 10, кто-то к 11. Я могу появиться там в 2 часа ночи. Ну, вот потому что почему-то вот возникло необходимость. — Соку попить. — Ну, да. Раньше, когда я сигареты курил, я не знаю, можно ли об этом на подкасте. — Можно, можно, можно. — Нет, с точки зрения пиара бренда работодателя, раньше в башнях был автомат по продаже сигарет, и на Ленинградке в районе метро и аэропорт это было чуть ли не самое простое место, где можно было купить сигареты в районе 2 часов ночи. Поэтому иногда и это было поводом заехать в офис. Но да, в башнях появляюсь, но в основном, если есть дела, я туда еду. Просто сидеть в офисе, ну, с таким же успехом я могу просто сидеть где угодно. — Ну как, а как же с ноутбуком ходить вперед-назад? — Здесь, знаешь, такой тоже момент. Я думаю, не только мы с тобой, но и многие наши слушатели и зрители обладают в списке своих друзей в социальных сетях такими людьми, которые супер успешные, супер эффективные, которые просыпаются в 5 утра, которые занимаются йогой, гимнастикой, делают бизнес, они делают 15 стартапов только до обеда, а еще они очень убедительно обычно брешут. — У них обязательно должен быть макбук. — Да-да-да-да, но есть прям такие клише вот этого успешного успеха. Я к своим годам, я не претендую на какую-то универсальную истину, но я пришел к выводу, что реально люди, которые чего-то делают, они не делают это 24 на 7. Бывают авральные ситуации, бывает процесс запуска, еще чего-то. Бывает 24 февраля 2022 года, когда срочно надо перестраивать вообще все, но в остальном есть работа, ты ее делаешь. Нет работы, ты ничего не делаешь. Можно сидеть с большим кайфом, тупить в одну точку, или читать Довлатова, или играть в плойку, или гулять, потому что за счет этого ты получаешь вот некую передышку перед следующим авралом. Поэтому я вообще долгое время считал, что я самый главный раздолбай во всех двух башнях, во всем холдинге и более ленивого и мразотного в плане деятельности человека, чем меня, не существует. Но опять же, во время пандемии я пришел к выводу, что наверное это не так. Ну оно потому, что есть же вариант это эффективность, а есть мнимая эффективность, знаешь. Типа того, да. И многие думают, что как где-то в скандинавских странах у них там четырехдневная рабочая неделя. У меня тоже есть даже вот сотрудники, знаешь, которые типа без выходных. Вот я готов работать без выходных. Я говорю, слушай, ты с выходными будешь просто работать за пять дней эффективнее, чем за семь. Это сто процентов так. Вот. Слушай, по поводу башень. Я там был, ну, несколько раз, не скажу, что много. Раньше MyTarget постоянно там проводил мероприятия. Так. Почему ВК сейчас ничего не проводит? Тут же классно попасть, там же вообще классно внутри. Здесь такой момент, что мероприятий-то проводится много. Опять же, тут для тех, кто не знаком. Ну, у нас офисов, во-первых, много. Помимо стекляшек на Ленинградке в районе аэропорта, есть, разумеется, дом Зингера, он же дом книги в Петербурге, есть Красный мост. Ну, и на данный момент у нас десятка-полтора, наверное, офисов. И первый этаж башен на Ленинградке, он как раз-таки отведен под публичную всякую историю. Потому что есть кинотеатр мест на 80 посадочных, есть первая переговорка, так называемая, на 100-120, и есть большой холл, по-моему, на 400 человек. То есть, там, допустим, кибермаркетинг проводил в три потока мероприятия, там, тысячи на полторы человек суммарно. И сейчас проводятся разные мероприятия. То есть, все это притормозилось во время, опять же, пандемии. Потому что был большой геморрой с ограничительными мерами. В тот период, когда карантин уже вроде как отменили, но каким образом собрать людей, было не очень понятно. Были же вот эти идиотизмы, типа, а давайте расставлять стулья в шахматном порядке. Потому что коронавирус на этом ломается, у него интеллекта не хватает по диагонали ходить. Вот. И проще было не проводить ничего, унести все в онлайн, чем собирать людей. Сейчас потихоньку все это восстанавливается, мероприятия проводятся. Но здесь, опять же, возник вопрос, проще их у себя проводить, либо на внешних площадках. Потому что люди изголодались по всему этому, опять же, у людей много стресса. И каждое мероприятие, это не только вот в тупую, типа, давайте знаниями обмениваться. Это большой миф, что люди на конференции уходят вот знания впитывать. Это пообщаться, себя показать на людей, посмотреть кейтеринг, винишка, там, вот это все остальное. Автопати, разумеется. Поэтому мероприятия проводятся. Может быть, их действительно не так много, как было раньше, но это вопрос времени. Потому что сейчас вот этот переходный период, когда есть одновременно MyTarget, рекламный кабинет ВКонтакте, ВК-реклама, плюс еще нерекламные инструменты, плюс мини-апы. Все это запихивать воедино неправильно, делать по отдельности, тоже непонятно как. Ну, в общем, ваш запрос услышан, будем работать над этим, будем делать больше, потому что это действительно важно. Ну да, потому что, я думаю, даже сейчас вот по ВК-рекламе, типа, если бы сделали бы мероприятие, я думаю, там полные залы бы были, люди были бы только благодарны. Страшно. Знаешь, как страшно. Даже они придут и разнесут, короче, все, да? Слушай, у тебя, ты сказал, 90 командировок в год. Я вот смотрю, ты постоянно везде. То есть, если что, кстати, мы 18-го числа проводим в Орле мероприятие. Одно из лучших мероприятий 2023 года по всей России, кстати, будет. Да? Ну, по крайней мере, с точки зрения социальной ответственности, это точно в топ-3 войдет. Ну да, значит, друзья, если вы не в курсе, 18-го мая мы проводим мероприятие в Орле. Это конференция по СММ, и она будет благотворительной, то есть, вход бесплатный, но вы сможете там донатить в один фонд, который Слава сам поддержит. Мы про него, кстати, тоже сегодня еще поговорим. Да, давай поговорим, это классная, добрая тема. Да, классная, добрая тема, но давай поговорим с тобой про конференции. Ты вот постоянно много летаешь. Как тебя хватает на все это дело? А никак. Я всем рассказываю, что до того, как я начал этим заниматься, я был высокой, голубоглазой, полногрудой блондинкой. А потом вот как-то подусох. На самом деле не хватает вообще никак капитально, и в состоянии посвистывающей крышечки я нахожусь, ну, достаточно давно уже. Что с этим делать, не очень понятно. Ну, ты кайфуешь с этого или нет? Иногда кайфую, то есть иногда бывают действительно там приятные какие-то мероприятия, после которых выходишь, такой, блин, это было зашибись. В основном удерживает какое-то ощущение, что возможно то, что я делаю, оно не бесполезно, оно приносит какую-то пользу миру. Возможно, я не прав, кстати, потому что это никакой линейкой не померить. Но в целом в прошлом году было забавно, потому что я уходил из ВКонтакте, вернулся 4 апреля 22-го года, как раз-таки когда хлопнули заблокированные ныне социальные сети, и понятно, что весна прошлого года с этой точки зрения была адом полнейшим, потому что все попытались разобраться во всем. Я думаю, ну окей, побегаю, к лету как-то подутихнет. Нифига, летом не подутихло. То есть где-то к середине августа я поймал себя на мысли, что я же ждал передышки какой-то, дух перевести. И по нарастающему снова аду я понял, что передышка-то вот она была, а впереди будет еще хуже. И к концу года, то есть где-то к ноябрю уже мне не хотелось ничего, только дожить до Нового года, уехать на дачу, разжечь гриль, сидеть, разговаривать с женой и не делать ничего. И мне прилетает запрос. Вячеслав, а хотите ли вы приехать в Магадан? Мы даже заплатим вам гонорар. Речь шла о 10 тысячах рублей. И я сижу такой думаю, а можно я заплачу кому-нибудь 10 тысяч рублей, чтобы не ехать в Магадан? В Магадан я, кстати, все-таки в итоге не поехал, но... Но и 10 тысяч остались тоже с тобой, да? Не-не-не, там была причина просто в том, что ехать в декабре в Магадан довольно тупо. Я сам на Дальнем Востоке прожил немалую часть жизни. И приехать в Магадан перед Новым годом, чтобы попасть в Буран и потом не иметь возможности оттуда выбраться. А Магадан, если кто не знает, это такое место, откуда только самолетом. Там нет железной дороги. Магадан не соединяется нормальными дорогами, хоть какими-то сухопутными, с материком. Ну она есть, но там типа шансов немного. Туда медведи какать боятся, ходить, поэтому я решил, что все-таки мне нужен Новый год, поэтому я не поехал. И лишился десятки, понимаешь, вот они. Истории факапов, как не заработать 10 тысяч рублей. Да, слушай, ну давай тогда с тобой поговорим про благотворительность. Давай, с удовольствием. То есть, а потом про ВК-рекламу уже поговорим на остаток. Слава, расскажи вообще вот про собак вообще. Можешь рассказать поподробнее, чем ты занимаешься, что ты делаешь и про вафлю расскажи. И это не эвфемизм. Ну в общем, я сейчас постараюсь кратко, хотя на эту тему могу разговаривать очень долго, потому что вот мы сейчас с тобой записываемся, а потом я возвращаюсь домой и мы пишем два выпуска подкаста, который называется «Министерство наших собачьих дел». Подкаст о людях, о собаках и про жизнь. Нормально, да? Четенько зашло. В общем-то, в России есть две организации, которые занимаются тем, что воспитывают собак-поводырей, собак, которые работают с незрячими людьми. Одна из организаций была создана в 47-м году, и понятно, что это было государственное, в первую очередь для инвалидов войны на тот момент, хотя слово «инвалиды» не очень правильно, не очень корректно произносить, но я еще учусь, неопытный. Все это продолжалось хорошо примерно до 90-х, когда, разумеется, финансирование подобного рода организаций принимало отрицательные значения. То есть они не только денег не получали, но еще и должны всем по кругу оказывались. И часть сотрудников была сокращена, и на протяжении 10 лет они просто на голой пассионарности, на голой самоотверженности воспитывали собак, бесплатно передавали их незрячим людям. И в 2003 году они самоорганизовались в учебно-кинологический центр собаки-помощники инвалидов, которому в этом году исполнилось 20 лет, и с которым мы сперва очень хорошо подружились. В первую очередь это было с подачей моей жены, потому что она их нашла в прошлом году, как просто, типа, смотри, что в интернете есть. Потом мы долго думали-думали на эту тему, обсуждали. А эти два центра отличаются в первую очередь тем, что исходный, он собак выращивает в вольерах, то есть, ну, прямо на территории центра. Второй действует по международной методике, когда собака до года примерно передается в волонтерскую семью. Это полезнее, потому что собака привыкает жить в квартире, привыкает, в нашем случае, к кошкам, ну, привыкает к жизни в городе. За счет этого выбраковка гораздо меньше, тут стоит сделать оговорку, что слово выбраковка звучит очень страшно. Если собака мало ли не подходит на поводыря, это собаки с очень хорошей родословной, ее пристраивают в добрые руки. И сотрудники обоих центров тщательно выбирают самые добрые руки. Вот, в общем, кратко, слово за слово, мы решили стать волонтерской семьей. В феврале к нам привезли трехмесячное чудо по кличке Вафля. Я думал, это ты назвал. Нет, это тоже очень крутая история, это был корпоратив у одной компании, они в качестве развлечения решили устроить благотворительный аукцион. А у фонда есть фишка, что если единоразовое пожертвование 45 тысяч либо больше, то ты имеешь право выбрать кличку собаки. Собственно, эти ребята выбрали кличку Вафля, то есть Вафля уже приехала к нам поименованная. Вот, и дальше мы начали во все это углубляться, дальше начали во все это закапываться. Потому что это очень добрая, действительно, это очень классная тема. Потому что в России, ну, порядка миллиона людей, либо незрячих, либо с проблемами со зрением. И такая обывательская точка зрения, что, ну, я не вижу этих людей, значит, проблемы не существует. А не видят этих людей в основном потому, что они сидят по домам. Потому что окружающая среда недружелюбная, передвигаться по городу сложно. В общественном транспорте вообще ад творится. Особенно, если мы выезжаем за пределы Москвы и едем куда-нибудь в небольшие города. В тот же Орел, да, к примеру. Оба центра делают действительно что-то важное. Возможно, мир они не спасают. Но тут стоит задуматься, а кто из нас его спасает. Можно сколько угодно считать себя таким переворачивателем. А тут люди, которые скромно делают сложную, делают важную работу за небольшие деньги. Поэтому возникла мысль, что хочется их как-то поддержать. Поэтому мы сейчас с ними подкаст делаем. Я сейчас на конференциях с большей радостью не про ВКонтакте, а про фонд собаки-помощники инвалидов рассказываю, ну и так далее. Поэтому, если есть желание вот прямо сейчас сделать что-то доброе, пускай даже небольшое. Можете... Мы ссылочку внизу оставим. Да, подать заявку на то, чтобы стать волонтерской семьей и воспитывать лабрадора, это невероятное ощущение. Особенно, если у вас не было собак. А я вообще собачник. Жена у меня никогда не жила с собакой. Ну, не считая псину в лице меня. Сутулую. Моя точка зрения, никого в ней не убеждаю, но моя точка зрения, что лучше перевести 300 рублей в фонду либо на какую-нибудь другую благотворительность, чем кормить инфо-цыгану. Да, не надо меня кормить. Слушай, знаешь, вот у меня есть собака тоже, тоже лабрадор. Я вот думаю, блин, и как после года расставаться с собакой? Это же капец. У меня есть два ответа на этот вопрос. Один более человечный такой, гуманистичный, другой очень циничный. Гуманистичный звучит следующим образом, что еще изначально, когда собака к тебе приезжает, ты уже понимаешь, ну, по крайней мере, мы с Юлей, что ты несешь за нее ответ, перед тем незрячим, к которому она попадет. То есть, изначальная установка, что мы, это не собака в нашей жизни временное явление, это мы в ее жизни временное явление. Поэтому, кстати, лабрадоры и используются как собаки-поводыри, потому что у лабрадоров очень простая психика. Кто кормит, тот и хозяин. Хотите украсть лабрадора, берете поводок-вкусняшку и уводите любого лабрадора. Они даже без вкусняшки уйдут. Лабрадора вообще им по барабану. У них в этом плане психика очень устойчивая, и мы должны эту собаку воспитать так, чтобы она не доставляла проблем на протяжении долгой-долгой-долгой своей жизни незрячему человеку, а радовала его, помогала и все остальное. Поэтому изначально это все рассматривается как проект, если угодно. Это гуманистичная точка зрения. Циничная выражается более кратко. Типа, как мы будем с ней расставаться? Зато нам не придется ее хоронить. Вот сердечко, да? Сейчас собачники как ножом по стеклу. Но это правда так. То есть мы же не предлагаем... То есть понятно, что ты много-много лет живешь со своей собакой, и представить, что расстаться вот именно с ней, ну это бесчеловечно. Это там оторвать у человека что-то важное, близкое, дорогое, будь то собака, там родственник, еще что-то. Но если ты изначально знаешь, что это история, типа мы вместе временно, нам это время, мы проведем по кайфу и с максимальной пользой. То есть когда вот эта установка, то в принципе проблем нет. Не то, что оторви и выбрось, из глаз долой и сердца вон, понятно, что будет не хватать и все остальное, но она же не в никуда исчезает. Да, на самом деле вот мы в Орле проводим конференцию, то есть она бесплатная, она благотворительная. И мы прям для себя поставили цель. Мы когда, то есть мы вообще что хотим сделать? Ну ты знаешь уже, да? Это, кстати, Слава предложил, за что ему большое спасибо. Мы хотим вот сделать как донаты. Первая цель была, это как раз 45 тысяч собрать, а потом я подумал, ну какие 45 тысяч? Ну правда, да? И нас когда спросили, я такой, ну сколько, мы что-то с женой идем? Я говорю, там 200-300 тысяч. Она такая, доставь полмиллиона. Я говорю, я себя не соберем. Говорит, ну не соберете, не соберете, типа. И короче вот наша цель будет, у нас будет экран висеть, мы скорее всего еще в эфир все это дело выведем, и мы будем прям собирать донатами полмиллиона. И в частности у нас будет классная автопати, оно уже заказано, оно уже, короче, у нас будет там свой шеф-повар. И чтобы туда попасть, надо будет задонатить нормально. Типа 20 тысяч донатишь, тогда ты можешь ехать с нами. То есть часть будет приближенных людей, да? А часть, то есть если вот прям хочется, потому что я уверен, многим хочется. Я тебе больше хочу сказать, уже многим хочется выступить. Да? У меня уже каждый день много людей, которые хотят выступить. И явно много захотят поехать, ну как бы вот подтвердить свою состоятельность. Ну правда, потому что, ну, на самом деле, денежный ценз, это тоже такой хороший ценз. Да? И тут я почему говорю о том, что эта конференция, которая состоится, получается, меньше, чем через месяц, я ее уже считаю одной из самых крутых в этом году, потому что вообще в последнее время стало гораздо меньше диджитал мероприятий таких про рекламу, про СММ, про все остальное, сейчас они либо в студенческой куда-то вот это вот, а тут у нас получается, мероприятие не заезженное, то есть в Орле такого не было, соответственно, люди, которые туда идут, они идут изначально не с установкой, типа, уа-а-а, утомленные нарзаном, то есть люди идут, мы их постараемся не разочаровать контентом, соответственно, и плюс у всего этого цель не понты там, как обычно, перьями друг перед другом помериться, или не просто давайте там крохоборничать банки. Или закрывать на продаже всех, короче. Да, а тут, да, есть цель собрать много бабла, блин, вообще, прям в открытую, но эти много бабла не за тем, чтобы мы с тобой там очередные шампуры себе купили, это же смешное слово. А за тем, что, ну, содержание собаки, вот выращивание от щенка до готового поводыря, это примерно лям-300. Это, ну, дорого, особенно учитывая, сколько нужно собак на страну, это колоссальные бабки, поэтому да, мы за бабки, вот прям вообще без вопросов. Там лично я приду и скажу, ребята, а я обычно так не делаю, я же… Не, а мы прям это будем делать, то есть мы прям изначально, мы и на сайте сразу указали, это прям сто процентов, и прям мне очень вот понравилась тема, чтобы прям было видно, сколько мы собираем. А что, типа, знаешь, тоже вот с одной стороны ты проводишь мероприятие, как вот я тебе тоже сказал, да, мне типа сказали, а за что счет финансирования? Ну, за мой, да? И, грубо говоря, история с тем, что люди придут, и прикинь, такая, она не двигается, шкала. И ты такой, ну, ребята, ну, серьезно, ну, вот настолько все, да, как бы, ну, типа, блин. Слушай, а я, кстати, не знаю, у многих ли людей это работает, понятно, что не только у меня, но неизвестно какое количество, что, допустим, есть форум «Ученые против мифов», который проводит трансляции, и я во время трансляции их поддерживаю, и есть момент, когда высчитываешь, какая сумма заложена, не всегда конечная сумма отображается, и ты смотришь на количество донатов и прикидываешь, ага, 1% это 3000 рублей, там, 10%, и такой высчитал, хочу сразу там на 3% подкинуть, то есть тебе не количество денег важно, а чтобы вот эта шкала сдвинулась настолько, вот сколько, такой, повелитель шкалы. Не, мы еще, знаешь, что хотели сделать, чтобы вот как из разряда как раз тема Donation Alerts, типа, ты кинул двадцатку, там, твоя реклама, короче, на экране, понял? Да. Ну, типа, допустим, фитнес-клуб такой, приходи, покупай, да, типа, ты кинул полтос, мы такие, так, иди на сцену, кто ты, чё, приглашай, давай там, это, свой УТП, свой телефон, это, какая разница? Кинул полмиллиона, лично Слава Прохоров говорит, что это классный чувак. Да, 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 за полмиллиона мы по всем рассылку сделаем, там, ну, классная тема, на самом деле. Да? Поэтому, не знаю, прям вообще кайфово. Она драйвит тем, что она добра. Слушай, по ВК-рекламе надо, конечно, поговорить. А, точно, точно, точно. Надо эту же ложку дегтя кидануть сюда, да? А с другой стороны, у нас уже и времени не хватает. Но, в целом вообще, что ты можешь сказать тем людям, которые вот сейчас крайне сильно негативят по поводу ВК-рекламы? Вот просто, вот у меня есть свои выводы, я тоже их хочу сказать, но я тебя хочу вначале подслушать. Ну, конечно, огромный соблазн ляпнуть, что хейтерс gonna hate, потому что на какой бы площадке я ни работал, а у меня помимо ВКонтакте, там, мейла, еще Google в анамнезе, ну, и, в принципе, основные крупные площадки, я буквально в них работаю. И когда работаешь на площадке, ты про любую площадку слышишь, что она работает не так, как человек этого ожидает. Потому что с хвалебными отзывами, ну, нет такого, что у кого-то раз, там, конверсия плюс 150 процентов, и человек И он пошел по всем конференциям и всем высказывает спасибо. Нет, пойду Славе в личку напишу, но нет такого, конечно. Поэтому любой инструмент требует освоения, любой инструмент требует привыкания. И на нашей стороне мы не говорим сейчас о том, что мы сделали совершенство. Он будет дорабатываться, никогда не будет такого момента, что все, мы вот сделали ВК-рекламу, мы ее больше не трогаем, она идеальна. Потому что меняется рынок, меняется инструментарий, меняется технологий, меняется запрос рекламодателей, все это непрерывно живет и бурлит. Учитывая, что рекламному рынку в интернете чуть больше 20 лет. Это на самом деле мы все в самом начальном пути, глобально, вот если рассуждать. Поэтому осваивайте инструменты, думайте мозгами, не просто тыкайтесь, цените статистику, надейтесь на нейросети, используйте их в своей работе, но не ожидайте, что они сделают все за вас. И помните о том, что каждый рекламный инструмент, констатирую, вот прямо утверждаю это, каждый требует своего индивидуального подхода. Поэтому просто что-то там рандомно натыкать и ожидать, что оно получится. Такое бывает. Кстати, такое бывает, но рассчитывать 100% на это не приходится, потому что помимо вас, запускающих рекламу, есть еще целая страна, запускающая рекламу, и даже несмотря на все притурбации с экономикой, рекламодателей прям сильно меньше не стало. Поэтому сил вам, терпения, большую удачу, интеллекта безмерного. Счастья, здоровья. Счастья. Детей красивых. Понравилось, ты сейчас сказал, нейросети, знаешь, как это говорит, говорит, скоро дизайнеры вымрут, потому что нейросети все умеют рисовать, говорит, да нихера, потому что нейросети надо ТЗ нормально же написать, понимаешь, там же не прокатит, типа, ну как мне, чтобы красиво было, короче, да. Слушай, а вот, кстати, с дизайнерами, да, это действительно так, а вот с маркетологами уже ряд 6 спрашивают, а вот искусственный интеллект. Да, да, да. Я говорю, слушайте, половину маркетологов, по крайней мере, тех, кто себя называет маркетологами в России, уже сейчас, вот прямо сегодня можно заменить, причем не нейросетью, а таким несложным скриптом в Excel. В принципе, там, да, это будет эффективнее. Так, ну и я давай расскажу про ВК рекламу. На самом деле, мое мнение такое, новый инструмент, да, он недопиленный, но в целом вот сейчас, допустим, ВКБ, как все сказали, ну все, все, все вопросы, которые задали, это все в стадии допиливания. То есть в плане, там, сендлеров, в плане, там, подписных страниц и всего остального. Но, блин, ребята, каждый чувак, который идет в рекламу, вы же предприниматели, либо вы работаете на предпринимателей. И если предприниматель такой, ну все, капец, да, типа, ну, ребят, ну что, серьезно, ну в нашей стране, я не знаю, у нас, ну сколько раз уже можно было такое говорить. Поэтому, на самом деле, просто надо пробовать, надо искать другие подходы. То есть, в частности, вот у нас, да, там, у нас там воронка, которая работает там через сендлер. Сейчас нельзя. Ну что делать? Ну что, пилим лендоз, там, обучаем конверсии. Ну надо что-то просто делать. Все равно выходы, они есть, и выходы, они просто рабочие. Давай даже скажем вот такую мысль, что в крайнем случае на ВК рекламе свет клином не сошел. Ну да. С рекламных каналов милю. Да, это с самым большим доступом к аудитории. Так там, да, в этом и прикол, потому что, понимаешь, даже вот если с одной стороны подумать, типа, сендлера нет, ну окей, хорошо, ну делаешь ты лендоз, да, ты делаешь там конверсии. А теперь подумаешь, что если сендлер ты закрывал только на ВК, то теперь у тебя аудитории, типа, в три раза больше стало, которую ты можешь закрывать, блин, с низким СПМом. Поэтому, не знаю, мне кажется, всегда выходы есть. Просто самое говеное-то, конечно, посидели, паныли, да, как бы, ну, просто надо брать и делать, искать другие ключики и все. Ну что, спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что пригласил. 18-го числа я тебя жду в Орле. Вот, плов у нас будет, у нас шашлык будет, все будет, все будет, красота. Это не только про конфу, да, а то сейчас придут, а где, блин? Вы же сказали, будет. Все, спасибо большое, друзья, всем пока. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok